От создательницы истории к Ведьмаку в ученице, у ведьмы в работниках. Новая серия рассказов о Ведьмаке Климе, его трёх помощниках и тяжёлом выборе. Озвучена впервые и только для зрителей канала Некрофос. Поприветствуй автора в комментариях, подписывайся, чтобы слушать больше, и приготовься отправиться вместе с нами в новое приключение. Поехали. Высокая, скопной тёмных вьющихся волос девушка медленно ходила вдоль выставочных стендов. Аккуратный носик, пухлые губки и огромные чёрные глаза. Она была красива до неприличия. На белоснежной коже не было ни одного изъяна. Девушка явно знала себе цену, спокойно ловя восхищённые взгляды мужчин. О выставке, которую она посетила, было заранее громогласно объявлено. Афиши висели по всему городу. Впрочем, на саму выставку было просто так не попасть, что давало находящимся здесь некое чувство привилегированности. Большинство присутствующих относили себя к людям с необычными способностями, отчего у каждого второго наблюдалась мания величия. Сама же выставка посвящалась магическому аспекту жизни. И, соответственно, собрала в одном здании весь свет экстрасенсов, целителей, ясновидящих и прочих эзотериков. Как настоящих, так и тех, кто ловко умел показать себя таковыми. «Что вы думаете об этой вещице?» Раздался голос за спиной, и девушка обернулась. Перед ней стоял мужчина средних лет, довольно симпатичный и явно уверенный в своей неотразимости. «Думаю, что от неё вряд ли будет толк в магии», ответила красавица и, дружелюбно улыбнувшись, протянула мужчине изящную ручку. «Константин», — произнёс он, едва прикасаясь губами к руке. Адель представилась в ответ девушка. «Какое красивое имя», — галантно бросил мужчина. «Впрочем, неудивительно, оно полностью соответствует вашей невероятной внешности». Такая откровенность ничуть не смутила Адель. Она лишь ещё шире улыбнулась, сверкая белоснежными зубами. «Что вас привлекло на это мероприятие?» — спросил Константин. «Вы простите мою бестактность из наших кругов или чья-то спутница?» «Я пришла одна», — внимательно смотрев глаза новому знакомому, ответила Адель. Такая внимательность его немного смутила. Создалось впечатление, будто девушка пыталась что-то рассмотреть в зелёных глазах Константина. От этого взгляда у взрослого мужика по спине пробежали мурашки. Заметив это смущение, Адель тут же отвела глаза в сторону и, деликатно взяв его под руку, произнесла. «Вы не хотите показать мне ночной город?» От прикосновения красавицы экстрасенс Лавелас тут же забыл о неприятном ощущении и, расплывшись в улыбке, направился к выходу под градом завистливых взглядов, присутствующих на выставке мужчин. «Так, из какого вы города?» — спросил Константин, когда они шли вдоль набережной. На землю опускался тихий летний вечер. Первые звёзды только начинали зажигаться на небосклоне. «О, вы о таком вряд ли слышали», — с улыбкой ответила Адель. «Моя родина — это глухая северная сторона. Длинные ночи, короткие дни и манящая тишина леса. Право не укладывается в голове. Такой бриллиант и в глубинке, — в открытую льстил мужчина. В этом есть своя прелесть. Я до безумия люблю темноту леса», — тихо произнесла девушка, увлекая Константина с набережной в глубину лесопарка. Последние лучи солнца гладили макушки деревьев. На деревню опускался вечер. Собаки разрывались от злобного лая, кружась вокруг забора. Клим вышел на шум. «Вы чего взбеленились, черти?» — крикнул он с собаком и вдруг услышал громкий стук в калитку. Отогнав псов, Клим открыл дверцу. Перед ним, обессиленно облокотившись на забор, стоял человек. «Тим, ты?» — удивленно произнес Клим и шире отворил калитку, впуская гостя внутрь. Тим, он же Тимофей, был давним знакомым Клима еще по секте Ореса. Тим был, пожалуй, единственным из адептов, с кем Клим общался с удовольствием. Тимофей не строил из себя великого колдуна, тем не менее умея творить магию. Сила, которой он обладал, не была получена им при рождении. Парень долго и кропотливо работал над собой. Изучал ритуалы, проходил всякие посвящения, обучался у хороших специалистов, не размениваясь на мелочи. К своему возрасту Тимофей достиг хороших успехов в магии. Впрочем, ему больше нравилось работать с энергиями, помогая людям излечивать свои рваные ментальные оболочки. Клим с уважением относился к трудолюбивому приятелю. Несмотря на свою осознанную позицию одиночки, Климу все же приходилось периодически мелькать на сборищах магов, как он это называл. В такие моменты они пересекались с Тимофеем, обмениваясь любезностями и иногда делясь личными наработками. Всегда подтянутый и с иголочки одетый Тим, сейчас выглядел не очень хорошо. Как только мужчины вошли в дом, Тимофей буквально рухнул на лавку. «Что с тобой случилось?» – недоумевал Клим. «Ощущение, что ты пешком ко мне из города пришел». «Так и есть», – с отдышкой ответил Тимофей. Петлял как мог, периодически зачищая за собой энергетические следы. «А в чем была необходимость-то тратить столько энергии?» – не понимал Клим. «Ты сейчас пустой, как тряпичная кукла». И действительно, Клим знал, о чем говорит. Пытаясь замести за собой следы, Тимофей растратил весь свой ресурс. В таком случае была велика вероятность вообще не восстановиться. «И пусть», – проговорил Тим. «Зато живой остался». «Не понял», – насторожился Клим. «Ты давно в городе был?» – вопросом на вопрос ответил Тимофей. «Месяца два точно не был. На сборище последнее, то, что на выставке было, забил и не пошел». «Видимо, это тебя и спасло», – ухмыльнулся Тим. «Да объясни ты толком», – рявкнул Клим. «С той поганой выставки все и началось», – завел рассказ Тимофей. «В городе завелась тварь. Она охотится на таких, как мы. Помнишь Константина? Того, кто был в правлении секты Ореса?» Клим кивнул в знак согласия. Он помнил их всех, проведя рука об руку долгие годы, пока был жив сам Орес. После смерти своего наставника Клим сделал свой выбор в пользу одиночества и выложил достаточную сумму денег, чтобы получить свободу действий. Не желая оставаться в секте, время от времени он общался с каждым из тех, кто сидел в креслах правления. Константин был одним из них. Он в свое время сыграл хорошую роль, убеждая старейшин отпустить Клима. Конечно, он этим преследовал свои цели, желая занять место главного. Но Климу это было безразлично. Он уходил, забирая с собой лишь свою силу. Этого ему было достаточно. И что случилось с Константином, спросил он. Его нашли в лесопарке у набережной, еле живым. Пульс едва прощупывался, а шея и верхняя часть груди выглядели будто обугленными. Впрочем, через пару часов в больнице он умер. Для полиции это очередное нераскрытое дело, но для тех, кто был в теме, эта весть стала отправной точкой. Рядом с уже мертвым Константином каждый из нас почувствовал ледяную бездну. Это заметно всех взбодрило. Бездну скинул брови Клим. Ощущение ледяной бездны для настоящего мага означало смерть души. Стирание ее из всех миров без возможности когда-либо вновь переродиться. Возвратиться душа не могла по банальной причине. После смерти человека она не улетала к Создателю. Ее в буквальном смысле съедали. Сделавший это получал колоссальное количество энергии. А убивая душу мага, бонусом шел весь опыт и знание мертвеца. После Константина еще двух нашли мертвыми, продолжал Тим. Стало ясно, что сразу она убивает тех, кто только на словах что-то может. По сути же, почти никакой силы не имеет. Тех, кто обладал настоящей силой, она оставляет в живых. Но ненадолго. Продлевая агонию, она получает большее удовольствие. «Почему ты говоришь, она?» Переспросил Клим. «Потому что эта баба, красивая да безумие, на этом мужики и клюют». «Я клюнул», — обреченно произнес Тимофей. Он расстегнул рубашку до половины и оголил торс. «Верх груди и все основание шеи было истинно черного цвета. Мы познакомились с ней у меня в кабинете», — продолжил Тим. «Она записалась ко мне на прием. Я ничего не заподозрил. Видимо, природного чутья не хватило. Боже, она чертовски сексуальна. Я думаю, она ведьма и явно потомственная. Иначе не могу объяснить ее опыт. А после того, как она сожрет еще парочку душ, ей вообще не будет равных. Интересно было бы с ней встретиться», — задумчиво произнес Клим. «Интересно», — изумился Тимофей. «Ты в своем уме? Посмотри, что она со мной сделала. Эта тварь впилась в мой рот и буквально пыталась высосать из меня жизнь. Разберемся», — коротко бросил Клим и сменил тему. «Девушка с удовольствием слезала кончиком языка алую капельку крови с губ и широко улыбнулась. «Сладкая», — произнесла она хриплым мужским голосом. Сидящий перед ней мужчина не мог пошевелиться. Глазами полными ужаса он смотрел на Адель. С его шеи на грудь стекала тонкая струйка крови. «Боишься?» — спросила она. Мужчина ничего не ответил. «Боишься?» — довольно улыбнулась она. «Я чувствую, а вот ты не почувствовал. Половина из вас гордо именуют себя магами и колдунами, а на деле все пустышки. Редко раз в столетие я прихожу в этот мир для того, чтобы насытиться. И только этот век так разочаровывает». Мужчина, казалось, забывал, как дышать, слушая хриплый, шипящий голос. «Мелкие, алчные, никчемные людишки. Вас нет силы, нет духа, а значит, и душе вашей нет смысла существовать». Она медленно приблизила свое лицо к бледному лицу мужчины. «Узри, пустота!» — прошипела она и впилась губами в губы своей жертвы. Спустя минуту мужчина с выпученными глазами лежал на полу и бился в конвульсиях. Он хватал ртом воздух, и из-за божженного горла вырывались прерывистые хрипы. Адель медленно подошла и присела перед ним на корточке. Ее ладонь легла на шею лежащего перед ней человека. Пальцы обхватили горло и резким движением повернули голову в сторону. От хруста шейных позвонков девушка зажмурилась, растягивая губы в блаженной улыбке. «Прости!» — виновата пожала плечами она. «Пустышки умирает сразу!» Кабинет Клима наполнялся терпким, пахучим дымом. Сам мужчина сидел в кресле, пытаясь погрузиться в астрал. Ему нужен был совет мудрого человека. Сознание постепенно теряло возможность слышать посторонние звуки. Мысли в голове останавливали свой ход. «Я слышу тебя, мой мальчик!» — раздался в голове голос Ореса. «И знаю, зачем ты пришел. Древнее зло вышло в мир. Итер — демон-пожиратель. Он приходит на землю раз в сто лет, чтобы напиться душами до следующего прихода. Итер преследует лишь одну цель — насытиться. Как любой демон, он беспощаден, любит ощущать страх людей. По большей части он охотится на тех, кто обладает силой. Их энергия позволяет ему как можно дольше не подниматься из недор бездны. Итер не любит свет, не любит мир и человека. Впрочем, если ему не удастся заполучить обладателей силы, он полакомится и простыми людьми. Однако в этом случае жертв будет больше. «Можно ли его убить?» — задал вопрос Клим. «Нет», — вновь зазвучал голос Ореса. «Его можно лишь остановить силой Гекаты, отправив обратно в бездну». «Ты точно не хочешь остаться?» — обратился Клим к Тимофею. «Я могу предоставить тебе кров на время, пока всё не успокоится». «Всё нормально, Клим», — ответил Тим. «Ты и так меня выручил, дал возможность восстановить силы. Впредь я буду осторожнее и постараюсь не попасться в поле зрения демона». Попрощавшись, Тимофей покинул дом Клима. Ближе к вечеру Клим стоял во дворе и смотрел на небо. В воздухе витало нечто нервозное, едва уловимое, как проскользнувший разряд электрического тока. Собаки тоже это чувствовали. Они беспокойно бродили по участку и, поднимая морды кверху, шумно пробовали воздух на вкус. Климу явно требовалась разрядка. Необходимо было прочувствовать внутри себя зверя, чтобы понять, что именно его так волнует. Дождавшись полуночи, Клим облачился в тонкий спортивный костюм чёрного цвета. Выйдя из калитки, он выпустил собак, втянул носом ночной прохладный воздух и почти сразу же перешёл на звериный бег. Хотелось как можно скорее спрятать сомневающееся человеческое сердце за сердцем бесстрашного зверя. «Увы, ты оказался не настолько удачлив», — широко улыбаясь, произнесла Аделя, глядя на сидящего в углу Тимофея. «Зачем вернулся в город? Ведь я фактически смирилась с упущенной жертвой. Поспешил, и запах твоей подпаленной кожи так явно ударил мне в нос». Девушка подошла к Тимофею и, оттянув ворот водолазки, заглянула под неё. «Почти зажило», — произнесла она. «И всё же я доведу дело до конца». Но чуть позже она наклонила свою голову к шее Тимофея и впилась зубами в пульсирующую вену. Мужчина вскрикнул, Адель резко отстранилась от него. Её глаза теперь были абсолютно чёрными. «В них не осталось ничего человеческого». Она внимательно уставилась в глаза Тима. «Что это?» — спросила она, обнюхивая мужчину. «Этот запах, он не твой. Так пахнет сила. Настоящая, мощная. Этой силы мне будет достаточно, чтобы, наконец, уйти обратно в бездну и покинуть мир никчёмных людишек ещё навек». Тимофей в ужасе молчал. «Скажи мне, — ласково произнесла Адель, — скажи, где найти эту силу, и я отпущу тебя. Я дам тебе слово, что эту жизнь ты проживёшь спокойно». Тим прекрасно понимал, о какой силе говорил демон. Проведя эти дни у Клима, он быстро восстановился и наверняка ещё несёт на себя остатки энергетики с самого Клима. «Ну же, — видя замешательство Тимофея, — проговорила Адель, — всего лишь имя, и твоя жизнь будет в безопасности. Нет, — коротко бросил Тим, — достаточно будет и моей жизни». Адель хрипла, взревела и наотмашь ударила Тимофея по лицо. Мужчина отлетел в противоположный угол комнаты и затих. Весь день собаки вели себя нервно. Айс постоянно царапал входную дверь, пытаясь пройти внутрь дома, стать ближе к хозяину. Сам же Клим не спал всю ночь. Он освежал свою память книгами с древними обрядами. Слова Реса Прагикату требовали понимания и определённых действий. Нетрудно было провести обряд вызова богини-преисподней. Он прекрасно знал, как это нужно сделать. Проблема же состояла в том, что человек просто не может увидеть царицу мёртвых, даже если она будет стоять рядом. А просить о своей защите нужно, стоя лицом к лицу. Призывают Гекату ночью на перекрёстках, и невозможно определить, с какой стороны она появится. Клим знал, что лишь собаки способны увидеть ту, кто к ним благоволит. Но и это было опасным. Стегийские псы, что охраняют Гекату, следуя за ней по пятам, безжалостны к живым сородичам. Ему вовсе не хотелось ставить под удар тех, кого Клим считал своей семьёй. Но и без них ему было не обойтись. То, что тучи сгущались над его головой, Клим ощущал всей кожей. Медлить было нельзя. Нужно проводить ритуал защиты этой же ночью. Дождавшись, когда опустятся сумерки, он собрал необходимые вещи. Мёд и дорогое вино предназначалось для Гекаты. Ритуальный нож должен стать тем, что поможет найти подход к стегийским псам. Мужчина вышел из дома. Вместе с собаками он сел в автомобиль и поехал к нужному месту. Перекрёсток трёх дорог Перекрёсток трёх дорог находился на значительном расстоянии от деревни Клима. Для совершения ритуала нужно было выбрать такой, где вероятность встретить человека была минимальной. Оставив автомобиль поотдаль, мужчина выпустил собак, взял нужные вещи и отправился к перекрёстку пешком. Свечи были расставлены по кругу. Мёд, вино и нож Клим положил рядом с собой. Собравшись с мыслями, Клим воздел руки к небу и громко произнёс Приди, адская богиня тьмы и перекрёстков, Ходящая ночью, Блуждающая среди могил, Пройди по дороге к моему голосу. Благосклонно прими жертву И позволь встать под защиту твою. Тьму адову в руке сжимаешь, Сожми поводок, удерживающий демона. Не единожды тебе служил в прошлом, Где ты взяла меня под своё чёрное крыло. Послужу и ещё в будущем. Пламя свечей словно застыло. Вокруг стояла абсолютная тишина. И вдруг собаки, сидящие рядом с Климом, Начали тихо поскуливать, Словно по команде, Развернувшись в противоположную сторону И вперившись глазами в землю. Клим поспешил развернуться лицом туда же. Быстрым движением он схватил бочонок с мёдом И сделал шаг вперёд. Открыв крышку и поставив банку на землю, Он отошёл назад И проделал то же самое с вином. Ночная тьма вокруг становилась плотнее. Клим преклонил колено и замер в ожидании. Совсем рядом с ним сидел Тор. Боковым зрением мужчина увидел, Как шерсть чёрного пса на холке Стала шевелиться, будто невидимая рука Перебирала блестящий мех. При этом сам пёс не поднимал головы, Позволяя невидимке гладить себя. И вдруг стоящие чуть поотдаль Айс и Райда Начали недружелюбно порыкивать, Вздыбив шерсть на загривке. Клим понял, что в этот момент Вслед за хозяйкой подошла её жуткая свита. В метре от белоснежного Айса Вспыхнули три пары красных глаз. Спустя секунду стала проявляться, Словно смазанная фосфором Острозубая челюсть. С длинных клыков свисали капли тягучей слюны. Райда зарычал ещё громче и встал в стойку, Готовый броситься на защиту. Словно невидимый художник водил по воздуху кистью, Постепенно прорисовывая части И превращая их в полную картину. И вот, был сделан последний мазок. Перед собаками Клима Стояли три жутких стегийских пса. Вытянутые морды были схожи с крысинами. Длинные ноги, поросшие острыми шипами Позвоночник, непокрытый шерстью. Плоть на телах местами сгнила до основания, Представляя взору желтовато-белые кости. Из сквозьных дыр в груди Исходило малиново-чёрное свечение, Будто в том месте, Где должно было находиться сердце, Лежали раскалённые угли. При виде своих земных собратьев Псы клацали зубами, Раздражённо порыкивая. Клим взял нож и бесстрашно Сделал шаг вперёд, Закрывая собой своих собак. Перед ним стоял один из адовых псов. Мужчина крепче сжал нож И провёл острым лезвием. Вдоль своей руки, От локтя вниз, Тонкая струйка крови Стремительно потекла к пальцам, Роняя на землю чёрно-бордовые капли. Клим поднёс окровавленную руку К морде пса, Отдавая ему учуять запах крови. Адская тварь Слизнула предложенную кровь. Мужчина сделал то же самое Со второй рукой. Каждый из псов Подошёл к человеку С окровавленными руками И слезал предложенную жертву. Последним около Клима Оказался самый крупный из псов ночи. Его огненный язык прошёлся по ранам, Словно прижигая плоть. В пышущей с жаром пасти Исчезли последние капли Человеческой крови. Жертва была принята. Тимофей открыл глаза. Всё тело ломило от неудобной позы. Во рту стоял стальной привкус крови. Он поднял руку И осторожно дотронулся до правой части лица. Глаз распух. Челюсти тоже хорошенько досталось. Он обвёл взглядом помещение, В котором находился. Оно оказалось для него незнакомым. Видимо, тварь перенесла его, Пока он был без сознания. Дощатый пол, На котором лежал мужчина, Местами был прогнившим. Одна половина окна Чем-то закрыта снаружи. Несмотря на то, Что на улице светило солнце, В самом помещении было прохладно, И стоял лёгкий сумрак. С обшарпанных стен Лоскутами свисали старинные обои В мелкий, поблёкший цветочек. В попытке сменить позу и сесть, Тим вдруг дёрнулся от испуга. В противоположном углу комнаты На единственном стуле Сидела Адель И молча наблюдала за ним. Её глаза были черны, Как ночь. В них не получалось Различить ни зрачка, Ни радужные оболочки. Она была похожа На каменное извояние. И при взгляде На это молчаливое чудовище По спине пробегали мурашки. Где мы, нарушил Тим Это жуткое молчание. Не знаю, Прохрепела Адель. Какая-то заброшенная халупа На окраине города. Почему я ещё жив? Вновь задал вопрос Тимофей. Успеется, Ухмыльнулась красавица. Ты мне пока нужен, Но это ненадолго, поверь. Нужен? Не понял Тим. За тобой придёт тот, Кто мне необходим. И я наконец-то покину Этот гнилой мир, Насытившись, Пояснила Адель. Никто за мной не придёт, Произнес мужчина. Боже, как ты глуп, Бросила Адель, Резко соскочив со стула В один прыжок оказалась рядом с Тимофеем. Ты мне сделал большое одолжение, Спрятавшись в тени сильного. Выдал мне его существование, И станешь наживкой для него. С чего ты взяла, Что Клим придёт за мной? Не выдержав, спросил Тимофей. Клим, вздёрнув бровки вверх, Спросила Адель. Так сильного зовут Клим. Судя по запаху, Он очень способный. И что самое главное, Надёжный. Ты приходил к нему за помощью, И теперь он за тебя в ответе. Он придёт. Сегодня я обойдусь без вашей помощи, Говорил Клим, Теребя своих собак по холке. Достаточно с вас приключений. К тому же гадские псы там обязательно будут. Я не хочу вами рисковать. Он говорил с ними на равных, Ничуть не принижая их перед человеком. Клим знал, что они его понимают. Он наделся в спортивный костюм, Который обычно надевал для ночных пробежек. В кармане лежал ритуальный нож. Сделав шаг к двери, Клим остановился. Мощный тор перегородил ему дорогу. Мужчина улыбнулся и похлопал пса по загривку. «Нет, дружище!» Произнес он. «Не в этот раз!» Клим шёл к выходу, Сопровождаемый встревоженными взорами Трёх верных псов. Собаки знали, Что их вожак может сегодня уйти навсегда. Уже на улице он поднял лицо к небу И шумно втянул носом воздух. Зверь внутри уже чувствовал, Что его вот-вот выпустят на волю. Чутьё безошибочно определило, В какую сторону нужно двигаться. «Слышишь?» Довольно улыбнувшись, спросила Адель. «Он совсем близко. Я чую его». Тимофей с ужасом ждал развязки. На улице уже давно опустилась ночь, Когда за дверью старой полуразрушенной халупы Раздались глухие удары. Адель растянула рот в широкой улыбке, От вида которой у Тимофея застыла кровь в жилах. Девушка поднялась со стула И грациозно прошла к двери, Открыв её. На покосившемся от времени крыльце Стоял Клим. Слегка растрёпанный от долгого бега, Он глубоко дышал, Отчего грудь высоко вздымалась. Его взгляд был полон решимости. «Я саждался!» Хрипло произнёс демон в женском обличье. «Отпусти его!» Сказал Клим. Адель рассмеялась. «Я же сказала», Обратилась она к Тиму, «Что он надёжный, Не бросит в трудную минуту. А это мило для века сего». «Отпусти его!» Повторил Клим. «Ну, это вряд ли», Спокойно ответила девушка. «Единственное, что могу пообещать, Тебя я сожру первым. Смерть друга ты не увидишь. А пока мне очень надоел этот глупый образ». После этих слов красивое лицо Адель стало меняться. Без единого изъяна кожа на теле Стала расползаться на лоскуты. Тварь увеличивалась в размерах. Некогда тонкие руки превращались в когтистые лапы С крючковатыми пальцами. Кожный покров стал земляного цвета. Из-за спины показались два жестких перепончатых крыла. Демон неловко изогнулся, Отчего каждая косточка в его теле Неприятно затрещала. «Наконец-то!» Прохрепел Этер, представая перед людьми в своем истинном обличье И двинулся на Клима. Клим пятился назад, пытаясь закрыть спиной Тимофея. «Постой!» Вдруг выкрикнул он и, достав из кармана ритуальный нож, Полоснул им себя по ладони. Тоненькая струйка крови тут же окрасила сжатый кулак в алый цвет. Падающие капельки оставляли на полу кровавые брызги. Демон остановился в нерешительности И, сузив глаза, Внимательно посмотрел на Клима. Тот улыбнулся. «Это именно то, о чем ты думаешь», Произнес Клим. По комнате стал расползаться удушающий запах смрада. Казалось, воздух внутри помещения нагревался. Послышалось тяжелое дыхание. И в сумраке комнаты стали проявляться силуэты стегийских псов. Адские твари один за другим подходили к руке Клима, слизывая кровь, А затем вставали в ряд между ним и демоном зловеща скаля пасть. Действительность вокруг менялась. За секунды тьма стала гуще, а позади Итера словно открылся портал. Страшная черная воронка быстро увеличивалась. В ее недрах отблескивали темно-красные всполохи. Когда воронка стала огромной величиной во всю стену, Самый крупный из псов сделал шаг вперед, угрожающе клацнув зубами. Демон сделал шаг назад. Зловещая собака продвинулась еще немного. За ней, рыча медленно, начали движение две другие твари. Они оттесняли Итера к пышущему жаром порталу. «Думаешь, так легко справился со мной?» — взревел демон. «Знай, я еще вернусь за тобой!» «Не в этом веке!» — ответил Клим, но Итер его уже не услышал. Одним мощным прыжком стигийский пес прыгнул на демона, Утаскивая его вместе с собой в тьму ада. За ними в портале исчезли и остальные твари. Воздух вокруг завибрировал. Гул, исходящий из воронки, дошел до своего апогея. Раздался раскат грома. И, блеснув последний раз кровавогалым отблеском, проход закрылся. «Послушай, может, ты и меня научишь?» — обратился Тим к Климу. С той ночи прошла неделя. Тимофей несколько дней приходил в себя от увиденного. Вид адских псов поразил его. Наконец, окончательно отойдя от случившегося, он приехал навестить Клима. «Научу чему?» — с улыбкой спросил Клим. «Как накормить псов гекаты собственной кровью?» Он завернул рукав рубашкой и посмотрел на уродливый шрам, идущий от локтевого сгиба почти до запястья. «Странно, такой глубокий и так быстро зажил», — произнес Тим, смотря на шрам. «Хм, прям как на собаке». Автор Юлия Скоркина Озвучил Валерий Равковский Прослушать следующую серию «Ведьмака Клима», а именно финал всего цикла, ты можешь уже сейчас по ссылке в закрепленном комментарии. Если же это твое первое знакомство со вселенной «Ведьмака Клима», переходи по той же ссылке, и там ты сможешь прослушать все серии с первой до финала. На сим раскланиваюсь и передайте привет Юлии Скоркиной в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok